Всем привет! Продолжаем знакомиться с советами по эффективному использованию языка C++. Ну и пока еще много советов осталось от Скотта Мэйерса, поэтому я продолжаю вас с ними знакомить по его книгам, которые вы можете приобрести сами и сами все это изучить. Так вот, сегодня рассмотрим его совет. Ну и называется оно правило 8. Различайте значения операторов new и delete из его книги 2000 года C++ 35 рекомендаций. Наиболее эффективное использование C++. Итак, о чем же он пишет? Он пишет о том, что люди, иногда ему кажется, что люди стараются затруднить понимание терминов языка C++. Ну и, например, он приводит вот такой вот пример. Вот такой пример, в котором используется оператор new, который, как мы знаем, выделяет память. Этот оператор является встроенным, так же, как, например, такие операторы, как sizeOf. Вы о них тоже знаете. И его действия изменить нельзя. Так вот, вот этот оператор выполняет две функции. Во-первых, он выделяет память, достаточную для размещения объекта указанного типа. В данном случае объект у нас string, std string, и он выделяет память, да, достаточную для того, чтобы его разместить. Ну, чтобы его разместить. Во-вторых, он вызывает конструктор для инициализации объекта в выделенной памяти. То есть, он сначала выделяет память, нужную для размещения этого объекта, а потом вызывает конструктор, который инициализирует участок памяти, который он выделил. Оператор new всегда выполняет, вот этот оператор, всегда выполняет обе названные функции. И его поведение изменить нельзя. Но, можно изменить способ, которым выделяется память для объекта. То есть, непосредственно для хранения объекта типа string. Так вот, оператор new изменить нельзя. Но, можно изменить способ, которым выделяется память для объекта. Так вот, для объекта можно написать свою функцию. То есть, можно написать свою функцию, которая будет выделять память. И, эта функция называется вот так вот. Вот, функция называется оператор new. Так вот, когда мы создаем сами эту функцию, то вот здесь мы можем указать способ. То есть, как мы будем выделять память под объект, размер которого придет сюда. А потом уже на этой памяти будет применяться конструктор. Ну, давайте посмотрим, что произойдет сейчас. Нажмем F5. Тут F9, точку останова поставим. И теперь, смотрите, я описал собственную функцию. Функцию переопределил, которая называется оператор new. Которая возвращает указатель на что-то. То есть, непосредственно на какой-то адрес. И давайте продыбажимся. Что мы видим? Вот, компилятор обнаружил собственноручно написанную функцию. в общем пространстве видимости. И, соответственно, вызвал ее. Но что я здесь возвращаю? Я здесь возвращаю null.ptr. То есть, я память никаким образом не выделю. Соответственно, после выхода из этой функции, будет попытка проинициализировать память по этому адресу. То есть, будет попытка вызвать конструктор. Соответственно, это приведет к крушению. Потому что память, адресочек равен нулю. А на нулевом адресе ничего делать нельзя. Можно также перегрузить вот этот оператор. И добавить к нему, ну, перегрузка. Это мы знаем, что это такое. Перегрузка это когда у нас есть несколько функций. С одними тем же типом, который возвращается. С одними тем же названием. Но, разные типы или количество параметров. Так вот, можно перегрузить вот эту функцию. Добавив к ней дополнительные параметры. Но, первым параметром всегда должен быть размер. Ну, я это сейчас писать вам не буду. Советую вам самим сейчас отметить у себя в бумажечке, либо нажать на паузу и попробовать самому переопределить. Точнее, перегрузить эту функцию оператор new. То есть, создать их несколько с разными параметрами. И попробовать повызывать их. Так вот, идем дальше. Также можно вызвать непосредственно этот оператор new. Ну, вот таким вот образом. Так, сейчас, по-моему... А, у меня есть это в тестах. Сейчас я вам покажу. Давайте посмотрим на пример 1. Пример 1 просто демонстрирует то, что... Ну, то выделение памяти, на каким мы привыкли его видеть. То есть, в данном случае мы просто вызываем new. Для какого-то объекта на этой... Там выделяется память. Потом на этой памяти объект инициализируется. То есть, вызывается конструктор. Ну, и точно так же происходит удаление. Давайте я тут запущу. Это, понятное дело, тут ничего интересного нет. Мы увидели, что вызывается конструктор. Выводим значение указателя this. И вызывается деструктор. Теперь идем в пример 2. В примере 2, что мы видим? Мы видим непосредственно вызов оператора new. То есть, не просто new, а оператор... То есть, функции оператора new. И, то есть, программист может сам вызывать эту функцию. Да, функцию оператора new. Непосредственно. То есть, в данном случае нам вернется память. Вот, raw memory. То есть, указатель наводит просто какой-то адрес. Вот он, вернулся этот адрес. Так вот, сам оператор new просто выделяет память для объекта вот такого вот размера. Память мы выделили. Дальше, на этой памяти, вот new, и в скобочках я указываю адрес. Я инициализирую объект. То есть, я могу new использовать следующим образом. Ну, не только я, а вы тоже. Можем указывать непосредственно адрес, по которому нужно, ну, проинициализировать этот объект. Давайте, давайте посмотрим в терминал. Как мы видим, вот сработал этот, ну, seout вывода. То есть, память мы выделили. Но конструктор еще не вызывался. Ну, давайте выделим непосредственно на этой памяти. И проинициализируем объект. f10. И что мы видим? Мы видим, что вызвался конструктор. И this у него равен, то есть, указатель на самого себя, на объект, да, равен вот той памяти, которую мы выделили заранее. Вот он. Все у нас по адресочкам совпадает. Дальше, дальше, для того, чтобы вызвать деструктор, нам нужно привести этот указатель к нужному нам объекту и непосредственно у него вызвать деструктор. Что мы сейчас сделали? Вот вызвали деструктор. Но осталась еще память, выделенная непосредственно для хранения объекта. То есть, это мы вызываем деструктор. В деструкторе, мы знаем, удаляются, там вызываются деструкторы всех членов класса. Ну, и если мы там в конструкторе или где-то еще выделяли память в этом объекте, то в деструкторе надо это освободить. Так вот, но непосредственно память, 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 где тут пример, память для хранения вот этого объекта остается выделенной. Соответственно, нужно вызвать функцию оператор delete и указать, какую память освободить. Соответственно, менеджеру памяти уйдет в запрос, в котором, грубо говоря, будет сказано, что адрес вот такой-то нужно освободить. А сколько там, начиная с этого адреса, было занято байт, менеджер там памяти уже знает. Ну, в данном случае тут, я не знаю, один или четыре байта будет, так как внутренних членов у нас нет этого класса. Поэтому, поэтому, ну, сейчас как бы не об этом. Ну, продолжим. Да, вот я выполнил конструктор, ой, деструктор у нас был вызван до этого, поэтому никаких проблем нет. То есть, в данном случае, никакой утечки тоже не будет. Ну, сейчас я об этом скажу. Так вот, давайте еще раз для себя разберем, что же по факту происходит, когда мы пишем просто вот так вот. New, как я писал, std string, выделяем объект. Так вот, вот, еще раз, да, проходимся. Вот мы выделяем стандартным способом память. Что же в этом случае происходит? Грубо говоря, это вот, ну, оно не рабочее, я это удалю. Но это, типа, не псевдокод, но вот расписано, как примерно все происходит. Сначала, то есть, вот это, грубо говоря, эквивалентно вот этому. Сначала выделяется память для хранения объекта нужного указанного размера. Память выделилась. Вот она, будет храниться в неком указателе memory. Дальше, дальше вызывается конструктор, конструктор этого объекта на вот вот этой памяти. После чего эта память, указатель, конвертируется к указателю непосредственно на вот этот вот объект. То есть, по факту, сначала вызывается оператор, потом вызывается там конструктор, а потом приводится этот указатель к нужному нам типу. В данном случае это будет тип std string. Так, сейчас это удалю. И, и, и. И у меня здесь есть пример 3. В примере 3 просто указано. Тот же класс с именем test, но внутри которого я собственноручно описал, переопределил оператор new, функцию оператор new и функцию оператор delete. Давайте посмотрим, что происходит. Сейчас точки остановок поубираем здесь. вот, и, и посмотрим. Итак, и так, и так, это не тот пример. Смотрим. Смотрим. Ну, это выводы двух предыдущих примеров, это пример 3, да. Мы выделяем память. Что происходит? В первую очередь вызывается функция оператор new, в которой я с помощью malloc выделяю нужный размер памяти и возвращаю этот адрес. В данном случае адрес есть. Память выделена для хранения нашего объекта. Возвращаю этот адрес. После чего сразу же автоматически наш new, то есть первым делом вызывает функцию оператор new, а потом вызывает конструктор. На этой памяти вызвали. Как мы видим, конструктор был вызван и какой-то zys у нас есть. После чего я удаляю. Что я делаю? Сначала вызовы идут в обратном порядке. Когда я вызываю delete, то сначала вызывается деструктор на указанной памяти, а в данном случае на этом zys. После чего вызывается функция оператор delete, в которую неявно передается адрес, который мы выделили malloc. Соответственно, его нужно освободить тоже. Ну, как бы никто нас не заставляет переопределять вот эти операторы. Но, если есть такая возможность, значит она для чего-то есть. И она нужна обычно... То есть это не означает, что если вы узнали об этой возможности, теперь нужно это делать везде. Нет. Нужно знать, что это есть. И она используется, эта возможность, в приложениях, которые, к примеру, используют разделяемую память. Или ввод и вывод с отображением память. Потому что объекты в таких приложениях размещаются по конкретным известным адресам памяти. Или по тем адресам памяти, которые выделены с помощью специальных функций, или с помощью специальных библиотек. Так вот, вот такой способ, он еще называется буферизированный оператор new. То есть в данном случае мы четко указываем область памяти, на которой нужно вызвать конструктор, проинициализировать объект. То есть как раз в тех приложениях и в тех программах, в которых есть конкретные адреса, и указано, что только по этим адресам должны храниться какие-то объекты, какие-то массивы. Возможно, вы когда-нибудь будете писать в собственный менеджер памяти, который будет какие-то объекты хранить в четко конкретных адресах. Соответственно, для этого используется буферизированный, он еще так называется, оператор new. То есть когда мы вызываем new, и в скобочках указываем непосредственно какой-то адрес. Ну, думаю, все. По поводу массивов, все практически то же самое. Только, ну, тоже советую для закрепления материала пройтись самому. То есть для массивов у нас функция оператора new, но вот с такими квадратными скобками. То есть ее еще называют функцией new для массивов. Точно так же оператор delete. Попробуйте это сделать для массивов. Переопределите свою функцию оператора new и свою функцию оператор delete. Ну, точно так же, точно так же, вот, вот так. Вот, и поиграйтесь, попробуйте, что будет. Соответственно, этот код будет доступен на гитхабе, и вы можете поэкспериментировать с ним. Вот, поэтому с массивами практически то же самое. И самое главное, да, если вы все-таки переопределили свою функцию оператор new, то не забывайте еще об операторе delete, потому что сам адрес, он будет занимать, ну, сам этот участок, по которому будет располагаться объект, его выделить, его освободить тоже нужно, чтобы не было утечек памяти. То есть, оно взаимосвязано. Если написали свою функцию оператор new, то обязательно напишите свою функцию оператор delete. Точно так же, если вы где-то вызвали new, значит, где-то нужно вызвать delete. Ну, а на сегодня все. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. До новых встреч. Всем пока.